В Музее Западного и Восточного Искусства открылась выставка живописи и графики, посвященная юбилейному 70-му по счету Пленеру. За годы существования этого проекта в нем приняли участие сотни художников из Украины, России, Молдовы, Польши, Китая и многих других стран. В этот раз на выставке представлены работы восьми художников. В Музее Западного и Восточного Искусства приготовили настоящий подарок всем ценителям живописи. 70-й – не последний. Так называется выставка, состоящая из восьми работ, восьми художников. Почему в названии цифра 70? Все очень просто. Это уже 70-й юбилейный пленер-проект, в котором за 16 лет существования приняли участие сотни потрясающих мастеров из разных стран мира. У нас участвовали художники из Украины, со всех концов Украины, из Белоруссии, из России, из Польши, Латвии, Молдавии. Откуда только не было. Понятно, что это сотни и сотни художников. Пленеры были и за границей, и на Украине. Очень много приезжало к нам в Одессу. Ну вот в 70-е мы решили отметить таким образом. На сей раз, правда, участники в основном одесситы. Впрочем, это скорее не повод для огорчения, а повод для особой гордости за наш город. Сам юбилейный пленер проходил в небольшом городке Березовки. Места там очень живописные, и несмотря на то, что было очень холодно, работать на природе, по признанию художников, было одно удовольствие. Атмосфера пленера была очень творческая. Хотя было холодно, но желание писать, потому что живописные места позволяли передать искреннее чувство переживания того края, которого мы видели. Ударили морозы, и было очень холодно, но ребята все-таки не сдались и написали замечательные тюды в Березовке. И эта Березовка настолько хороша, несмотря на осень, несмотря на мороз, несмотря на то, что, скажем так, не было таких условий теплых для художников, у них мерзли руки. Но самые хорошие работы рождаются, когда говорит душа. В общем, почти классическое. Художник должен быть холодным. Ведь, как оказалось, именно холод и стужа послужили источником вдохновения для художников. Каким будет следующий пленер, еще никто не знает, но почти наверняка следует ожидать новых красок, новых тонов, новых оттенков окружающего мира, запечатленного кистью художников. Субтитры создавал DimaTorzok